У нас еще есть некоторое время, и, конечно же, мы обратимся к Священным Писаниям и поразмышляем. Мы будем сегодня читать Евангелиста Иоанна и 14 глава, некоторые тексты. Собственно говоря, Иоанн в 14 главе описывает определенные переживания учеников во взаимоотношении с Иисусом Христом. Я хотел бы на некоторые моменты более детально взглянуть. Ну, скажу следующее. Я вырастал в христианской семье и, конечно, любил Библию читать, изучать и познавать. Помню определенный период в детстве, когда мне интересно было как-то вот выделить все чудеса и исцеления Господа нашего Иисуса Христа. Я их для себя отмечал, перечитывал, осмысливал. Интересно было выделить притчи Христовые, как науку. Я начал замечать, что некоторые притчи записал и прокомментировал один из евангелистов, иные двое, иные трое, а некоторые, все четыре евангелиста прокомментировали. Это удивительно было познавать. По мере знакомства с Иисусом Христом через Священное Писание, мне было интересно как бы вот на второй план притчи и чудеса просто посмотреть весь спектр взаимоотношений Иисуса Христа с учениками. Как Он начинался, как Он развивался, как у них все было. Или отдельно судьбу Петра, другого ученика или учеников в целом. И знаете, когда мы смотрим под таким углом зрения, открывается интересная картина. Как удивительно непросто происходили первые встречи обычных евреев с Иисусом Христом. Мы знаем из Священных Писаний, что Иисусу окружало огромнейшее количество людей. Когда Он, помним, кормил хлебом, было только мужчин более пяти тысяч. Плюс, плюс, плюс. Это много людей были заинтересованы в Иисусе Христе. В иных случаях был более узкий круг. Те, которые, знаете, мы же всегда так. Нам интересно понаблюдать за каким-то чудным мероприятием, но нам комфортнее наблюдать со стороны, правда же? Вот мы приходим в некое новое общество, незнакомое для нас, любопытно, интересненько, но не приближаясь. Что-то должно произойти, что нам становится чуточку интерес, превышает дискомфортность. Мы выходим из зоны комфорта, мы приближаемся, мы открываем себя. И мы входим в круг тех, например, семидесяти. Это уже не пять тысяч, это из пяти тысяч семьдесят. Которые ближе. Которые уже сказали, приветствую, меня зовут так-то, а вот вы тот-то. Как-то уже с Иисусом немного ближе. Так вот, из семидесяти были те, которые прошли еще один рубеж своего комфорта, зоны безопасности, которые оказались в круге двенадцати. А вот из тех двенадцати еще трое было, которые ну прям вот и с Иисусом на гору, и момент преображения осмысливали, и ощущали. То есть, говоря о людях и взаимоотношениях с Богом, с Иисусом Христом в данном случае, многие были знакомы, но у каждого был свой формат отношений с Иисусом Христом. Кто-то говорил, ну я верую, я не против, меня это впечатляет, мне это интересно, но не настолько близко. А кто-то другой говорит, ну если Он есть, если это правда Мессия, то я хочу уже и там быть с ними, чтобы дети мои и справа, и слева сидели. Помните такую маму? Каждый по-разному воспринимал это. Но ведь согласитесь, для всех их консервативных евреев присутствие Мессии, Учителя, который именует себя сыном Иеговы, было не очень привычно. Это смелый шаг, довериться, распахнуть себя, уверовать и последовать за тем, кого еще не так близко знают. Это некий новый опыт. Ведь мы в принципе в жизни не просто выстраиваем отношения с новым человеком. Заводим новые отношения, новую дружбу. Особенно, когда уже в возрасте. Это такое наивное детство в детском садике, в школе, каждый сезон, новая группа, новый класс и так дальше. А уже когда после сорока, когда уже в жизни изрядно подопекся, как говорят в народе, на горячем обжегся, на холодное дуешь. Уже не так просто. Но когда человек приходит к Богу, у него начинается некий новый опыт взаимоотношений. И когда они в разном возрасте пришли к Иисусу Христу, им взяло три года, чтобы сблизиться с Ним, чтобы уверовать, чтобы последовать, чтобы довериться, чтобы принимать каждое слово как истину. И только вот оно пришло, это время. И вы представляете, Иисус, разговаривая с ними, говорит, приходит время, приходит время, я должен покинуть вас навсегда. Я возвращаюсь к Отцу. Ну, естественно, по выражению их лиц, это была не просто паника, это было определенное потрясение. И продолжая свои разговоры, он говорит, но первое, я не оставлю вас сиротами. Я все сделаю для того, чтобы вы это не ощутили. Святой Дух придет, и Он будет среди вас, и Он будет внутри вас. Вы это обязательно будете испытывать. И потом апостол Павел напишет, Дух Святой, которого вы приняли, Он будет свидетельствовать вашему Духу, что вы дети Бога. Какая-то новая тема. Господи, нам непросто было тебя вместить, принять тебя, привыкнуть к тебе, доверять тебе. Вспомните буря на озере, вспомните иные жизненные обстоятельства, с которыми сталкивались ученики. Непросто было. И вот теперь все меняется, все кардинально меняется. Иисус уходит и обещает им присутствие Бога с ними несколько виной форме. В присутствии Святого Духа. Для них, как бы, это было не ново, потому что они читали в Ветхом Завете истории, как Святой Дух наполнял неких пророков, праведников, Самсона, Моисея, Илью, и так дальше. Так это были особенные люди? Да. Это были редкие случаи? Да. Это были невероятные, особенные обстоятельства? Конечно. А что теперь? А теперь, когда я уйду к Отцу, Святой Дух придет, и Он будет со всеми вами. Он будет почивать на всех вас. Прямо на всех, на всех. Если я не пророк, тоже? Да. Если я не священник, тоже? Да. Если у меня нет особой миссии, как у пророка Ильи? Да, и на тебе будет. Это значит, что... А Он, Святой Дух, это кто? Это как воспринимать? Это личность. Это Бог. У меня будут личные взаимоотношения с Богом? Да. Страшновато? Наверное. Для меня это ново. Я привык общаться с Богом через Моисея. Я привык общаться с Богом через закон, через слово писанное. Воспринимать Бога через Иисуса, с которым мы идем рядышком, и Он воплоти. Вот так я привык воспринимать всемогущего. А теперь некий новый опыт. Да. Раньше, понятно, Иисус, открыв уста, учил, и я воспринимал. Иисус действовал, и я понимал, что действует Бог. А теперь как воспринимать? Вот Он будет говорить слова Бога, а Он будет действовать силой Бога. И мне это воспринимать как божественное? Да. А Я и тебя будет наполнять Святой Дух, и ты будешь действовать Духом Святым. Говорить Духом Святым. Ощущать Святой Дух и Его Божественное присутствие. Как, где? Внутри Меня. Я такого не знал. Такого не испытывали Мои отцы, но это новый опыт. Иисус этому посвятил 14 главу. По крайней мере, три важных заявления Он сделал. Первое, Он сказал, на земле, когда вы останетесь без Меня, первое, вы не будете испытывать сиротство. Потому что, когда Святой Дух придет, Он будет давать вам ощущение Божьего присутствия. И Он будет напоминать вашему Духу, что вы дети Бога. Второе. Христос говорит, когда Я уйду, Святой Дух придет, чтобы приготовить вас. Потому что желание мое забрать вас из этой бренной земли. Может быть, позавчера к нам постучались две милых женщины. И с трактатами, вы понимаете, какого содержания обычно стучатся. Начали мне предлагать светлое будущее. Я говорю, вы видите, что я пожилой человек? Вы понимаете, что вы со мной разговариваете на языке интернационала? Вы понимаете, что мне с пионерских и этих, как они там до пионеров кто были, октябрятских времен, обещали светлое будущее в шестой части суши. И мне уже вот так, вот светлого будущего, поэтому я больше не хочу на земле никаких светлых будущих. Если вы мне предложите путь туда, я готов вас слушать. А модернизация упорочной и греховной земли, ну, она меня не интересует, простите, при всем моем уважении к вам. Так вот, Иисус Христос говорит нам, наше будущее на небесах. Он пошел туда, чтобы, если нужно, приготовить место. Обителей много. И следующий Его приход будет с определенно поставленной задачей, чтобы и вас взять туда. Когда-то Никодим спрашивал учителя, как это может быть? Забегая наперед и отвечая на этот вопрос, апостол Павел писал церковью в Риме, и он говорит, сей самый Дух, который однажды воскресил Христа из мертвых, который вас наполняет, он оживит и ваши смертные тела, Божьей силой и могуществом, и вознесет вас навстречу Господу, и это чудесно будет с Господом. Это второе, что обещал Иисус Христос, прощаясь с учениками. И, наконец, третье. Он говорит, Святой Дух будет выполнять функцию учителя. Он будет учить, он будет защищать, он будет истины возвещать. Очень многофункциональное действие Божьего Духа вы будете испытывать. И он сказал, я вот один текст все же дословно процитирую, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого этот мир не может воспринять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». О присутствии Святого Духа среди нас и в нас. Я хотел бы в нескольких минутах, в некоем времени поговорить вместе. Это такая тема, немножечко, знаете, и хочется, и как-то осторожней, чем мы с ней. И есть на это основания, и мы их обязательно коснемся. Конечно же, изучая Священное Писание, мы видим несколько таких подач с небес в этом плане. Когда ученики, изрядно обеспокоившись, потому что Иисус на кресте умер, собрались в тайной комнате, вдруг явился для них Иисус, помним, в новой ипостаси. И вот Он тогда, после приветствия мир вам, сделал выдох, и помните, что Он сказал? Примите Святого Духа. Так они приняли или нет? Ну, по логике вещей. Правильный ответ здесь должен быть приняли. Но тогда другой вопрос. Проходит некое время, и Он прощается с ними на Илеонской горе и говорит тем, которые приняли, не отлучайтесь от Иерусалима, будьте вместе до тех пор, пока Святой Дух не сойдет на вас. И вы примите. Так уже приняли? Еще раз надо принять? Да. Силу. Тогда Святой Дух приняли, а теперь силу. Вы знаете, это не то, что... Ну, это сложно. Это сложно. И вокруг этого вот... Скажем так, вот тогда были определенные переживания в той комнате в горнице, и когда в день Пятидесятницы были иные определенные переживания с Духом Святым, и это правда, и это было зарождение церкви, и мы видим проявление Святого Духа, и Лука изучил детально и тщательно все, с чем соприкасались апостолы в своем служении, описывал многие знамения и чудеса, которые происходили в их жизни. Прошло время, несколько веков, и христианство, скажем так, разделилось на две группы. Одна группа, которая продолжает веровать в то, что Дух Святой все же вот в своем могуществе, как это было в деяниях апостольских, он также пребывает и присутствует в Церкви Божьей. Другие считают, что с эпохой апостолов закончились сверхъестественные проявления Святого Духа, теперь для нас осталось Слово Божье для исполнения, и у евреев было Тора, для нас Новый Завет и заповеди Иисусова и учеников. Мы по них живем, и нам этого достаточно. Нового ничего не говорю. Но все-таки хочу вернуться к Божьему Слову, которое говорит нам некоторые вещи, и предлагаю это осмыслить. Иисус Христос говорил не только апостолам для Первой Эпохи, как нам кажется, потому что это все Слово, и эти все обетования мы принимаем как есть. И те обращения, к которым Он обращался в земном Своем бытии, к апостолам, мы понимаем, что они напрямую к нам относятся. Во всех других разговорах Иисусовых и так дальше. Мы принимаем это как абсолютную истинную Слово Бога. И это же Слово, сказанное здесь, говорит нам следующее. Иисус Христос говорит, что Он Святым Духом будет в нас и будет среди нас пребывать и действовать. Теперь я обращаюсь, может быть, к курьезному вопросу, который как-то у нас на слуху есть. Я коснусь сложных вопросов, мы должны об этом говорить. Есть церкви, о которых мы говорим, это духовные. Что мы имеем в виду? Это церкви, которые практикуют дары Духа Святого. Говорение на иных языках, пророчества и иные. Есть церкви, которые не практикуют некоторое проявление Духа Святого. И в народе считается, ну это там духовные, они там пророчествуют и еще что-то. А это нет, вот они там не признают Дух Святой. Тоже такая интересная формулировка. Я думаю, как возможно, возродившись свыше, не признавать Дух Святой. Но это ведь человеческое умозаключение. Теперь другое умозаключение. Ну вот духовное. И у меня вопрос, а каким образом можно оценить степень духовности? Я говорю, а духовное это кто? Ну это те, которые пророчества верят и практикуют. Я говорю, это духовность? А с точки зрения священных писаний? Ну там, где чудеса есть, там где исцеляются, там еще что-то, бесы изгоняются, воскрешаются. Это духовная церковь и духовные люди. Я говорю, а где нет чудес и воскрешений и так дальше? Это не духовное. Я напомню некоторые тексты из Библии для нашего широкого кругозора. Например, известнейший, благословеннейший Богом человек, о котором, говорят писания, из рожденных женами не восставал больше. Иоанн Креститель. Он имел практику иных языков? Нет. А он сделал какое-то чудо? Кто-то помнит? Ни одного. Так он духовный или не духовный? Как оценить степень духовности? Ну, правильный вопрос, что духовный. Только чем это аргументировать? Нам нравится церковь в ее период проявления сверхъестественных чудес. Конечно. Ветхозаветняя церковь. Период, когда они вышли из Египта и вошли в обетованную землю. Сорок лет. Если мы это изучим, то мы увидим, что ни в одну эпоху христианства не было явлено столько чудес и знамений, как во времена Моисеевы. И знаете, что Писание говорит о том времени? Это было поколение сомневающихся людей, ропщущих и неверующих. О как! Противоречиво? Да! Оказывается, чудеса и проявления Божьей силы не придают статусности и духовности верующим людям, следующим за Богом. Что тогда духовность? Когда мы читаем Коринфскую церковь, изучаем Коринфскую церковь из послания апостола Павла к ней, апостол Павел, обращаясь к ним, говорит, вы, как церковь, не имеете нужды совершенно ни в каком даровании, у вас есть все. И перечисляются дары, которые они, естественно, практиковали, и они говорили на иных языках, и они пророчествовали, и они истолковывали иные языки, и молились Богу, Святым Духом, и прочие дела у них были в достатке. Но, тем не менее, апостол Павел очень критически относится к ним и говорит, друзья мои, если у вас есть вот эти неправильные отношения с блудами и разводами, и вот этим всем хозяйством, если у вас проблемы с алкоголизмом, если у вас споры и ругань между собой, если вы съедаете друг друга, то Павел взывает, не плотские ли вы? Как ты говоришь, Павел, мы самая духовная церковь из всей Азии? Вроде как бы духовная, но как бы плотская, и как этих два понятия совместить? Позвольте, я попытаюсь немножечко поменять термины с их смысловым обозначением, я думаю, что более-менее станет ясно. Давайте мы сделаем одно понятие, это раз действуют духовные дары, может быть, мы назовем это проявление одаренной церковью дарами, правильно? А духовные люди, это кто? Как можно определить духовного человека? Писание нам показывает очень просто, человек живет по плоти, что значит по плоти? По делам плоти, по желаниям плоти, по мотивам плоти. И апостол Павел Ефейской церкви пишет, многие из нас так жили. Но что произошло? Произошло Божье чудо, когда Святым Духом и Словом Божьим мы родились свыше. Чудо рождения свыше. Что дальше? Духовно рожденный человек или рожденный свыше начал возрастать. И по мере того, как человек возрастает духовно, становится крепче, сильнее, тем меньше у него плотских желаний, надменностей, дел и так дальше. И теперь, когда духовная его сущность преобладает над плотской, об этих людях говорят Писания и апостолы, что это духовные люди. А те люди, которые больше живут и поступают по плоти, и это все проявляется. И для нас это не новость. Встречаясь с людьми в церкви, некоторые говорят, что это? Это проявление плоти. Так он проповедует, и что? Так он тут служит, так он поет, и что? Он поступает по-плотски, значит, его можно обозначить как плотским человеком. А духовный человек это какой? Это человек, который распил в себе плотские желания и последовал за Христом, поступая по духу. Это духовный человек. И стоит все на свои места. А одаренный кто? Это тот человек, который практикует в своей жизни духовные дары. Это одаренные люди. Он понимает это в Писаниях, что это ему принадлежит, это ему Господь дал, и он этим пользуется для себя и для других. И поэтому в одной церкви практикуются дары Духа Святого, в другой церкви не практикуются дары Духа Святого. В чем у нас есть проблема? Проблема в конфронтации. Потому что создается одна группа людей, которые говорят, духовность для меня это благочестивая жизнь. Ну а вон посмотри, человек исцелился, ну и чудо произошло. А посмотри на жизнь этого человека, который исцеляет и чудо делает. Грешник, а знаешь, что он там творил, вон что про него люди говорят. И тогда одна группа людей говорит, так, нам не надо ни чудеса, ни пророчества, ни хождения по воде, мне это все не надо, потому что я знаю историю и географию этих людей. Я лучше буду тихо без всего этого. другие люди, которые практикуют духовные дары, видят в этом благословение, видят в этом успех, говорят тем, а почему вы, друзья, застряли в своих пониманиях, почему вы считаете, что Дух Святой не действует, почему Духу Святому и проявлением нету места в Церкви Божьей, почему вы решили, что только два века или три века и все, в наши дни нет, ведь мы видим реальность действия Духа Божьего, и вон человек, который исцелился от рака, вон человек, который встал с коляски, вон человек, с которого бесы вышли, вон человек, который услышал голос Божий, и жизнь его изменилась от сверхъестественного Божьего прикосновения, но есть же сверхъестественные вещи в народе Божьем, есть. И вот здесь вот происходит некий конфликт интересов, потому что почему-то мы решили, что должно быть или то, или то, что одно должно обязательно вытеснять другое. Что мы встречаем в церквях? Я так обобщу. Правда, например, мы встречаем церковь, такая скучненькая, тихенькая, спели, подремали, поделились словом, ничего такого, никаких чудес, никаких исцелений, и вроде так, ну, такая церковь, но я не хочу туда ходить. А потом, когда ты в жизни говоришь, слушай, мне нужен хороший каменщик, плиточник, электрик, где? А вот знаешь та церковь, какая, где дремают? Там человек сказал, сделал. Интересно получается. Вроде на общем церковном собрании дремают, а в жизни не брешут, отвечают за слова, с женой порядок, интересно. Встречаешь другую церковь, приходишь, душа радуется, вера подкрепляется, правда, смотришь, вчерашние наркоманы, которые непонятно чем занимались, чудом Божьим, освободились от рабства, цепи разрушились, человек стал другим, другой человек, который там со своими тараканами, Бог совершил чудо, проговорил к нему, прикоснулся, человек обновился, кто-то получил чудо исцеления, кто-то благодать получил, церковь горит, народ наполняется, вау, хочу быть частью такой церкви. А вновь приходишь к плиточнику или сапожнику, говоришь, я не хочу. И есть внутренний конфликт, что же происходит, почему же так? Это не обязательно, потому что и в той тихой церкви всякое бывает, и в этой шумной церкви всякое бывает. Я просто разные стороны показываю. И хотел бы это немного пояснить, потому что считаю это крайне важно. Если мы придем к пониманию, что есть духовные люди, что такое духовная церковь? Церковь, а что такое церковь вообще? Церковь это люди, правильно или нет? Мы же так понимаем, это не здание, это не динаминация, это не название. Церковь это собрание людей, это семья. Вот мы с вами, это церковь, мы духовная или нет? Как определить? Если из общего количества нашего большинство, хотелось бы, чтобы все, но скажем так, большинство из нас поступают благочестиво, поступают по духу, а не по плоти, распинают и сокрушают свои плотские желания. И вот вместе мы представляем духовную церковь, духовно-зрелую церковь, духовно-возросшую церковь, которую апостол Павел скажет, судя по времени, вы молодцы, не застряли в детстве, не застряли в младенчестве, не застряли в плотскости. Это и есть плотская, то есть, духовная церковь. Когда мы говорим о проявлениях и дарах духа, и мы верим, что они проявляются, и когда мы встречаем, что среди нас проявляются дары Духа Святого, то в одних обстоятельствах, то в других, в одном служении и в другом служении, тогда мы понимаем, вау, в этом обществе, в этой церкви действуют дары Святого Духа, значит, эта церковь одаренная. Я хотел бы сделать промежуточный итог. Таким образом, мы можем заметить четыре группы людей. Может быть, церковь духовная, но не практикующая дары. Мы можем заметить церковь, практикующую дары, но не духовную. Мы можем обнаружить церковь и не духовную, и не практикующую дары. Со всякими флагами и так дальше. Но может быть церковь, которая и духовная, и практикует дары, или нет? Ну, хотелось бы, или нет? Я думаю, вот наш ориентир, друзья. Нам хотелось бы утверждать духовно зрелую, обогащенную Богом жизнь. И нам с вами хотелось бы, чтобы наша жизнь, в нашей жизни было сверхъестественное присутствие Святого Духа и проявление, как и в те времена, так и в наше. Еще раз процитирую, чтобы как бы было основание для данных размышлений слова Иисуса Христа. Он говорит, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, который пребудет с вами вовек. И Он говорит, и Он с вами будет, и в вас пребудет. Смотрите, когда Святой Дух пребывает в нас внутри, что Он делает? Он работает с нашим Духом, Он преображает и взращивает наш Дух. Фокус работы Святого Духа направлен на то, чтобы из меня формировать духовно зрелого человека. Он Словом Божьим и Духом Святым утверждает и взращивает лично меня. Потому что Он для этого во мне пребывает. Апостол Иисус Христос говорит еще об одной форме присутствия Духа Святого. И Он говорит, который с вами пребудет, между вами пребудет. А что, в чем проявляется Святой Дух, который между нами? Как раз в этом и проявляется. Он созидает Церковь Божью. Он отвечает на потребности и нужды народа. Он мотивирует нас нести Евангелие во все темные места этого мира. И когда мы несем свет Евангелия туда, то Святой Дух пребывает с нами. И мы встречаемся с людьми, которых мучают бесы, и мы молимся за этих людей. Мы встречаемся с людьми, которые настолько погрязли в рабстве греха и похоти, и мы молимся и провозглашаем Божью силу в жизни этих людей. И их жизнь меняется сверхъестественным образом. И мы видим в этом сверхъестественного Бога. Потому что жена говорит, мой муж был таким 15 лет. Но когда Господь к нему коснулся, он изменился, он другой человек. Разве это не чудо? Чудо. Он стал кротким и сокрушенным. Мой сын или дочь была строптивой, невменяемой, жила в своей страсти, жил в своей страсти, не воспринимал ничего. Но пришло Евангелие, и Господь коснулся, и кто-то проговорил его в его жизнь, и это невероятно, чудо. Он стал другим человеком. Разве это не сила Бога? Вот человек, который ходил к врачам, есть все диагнозы, есть все справки от врачей. Врачи сказали невозможно, но Бог совершил чудо, и теперь он здоров. И врачи подтверждают, что он здоров. Что это? Это Божье чудо. Так я спрашиваю, мы хотим Божье чудо в нашей жизни или нет? Мы должны об этом ревновать или проповедовать, что это закончилось с апостолами? Мы должны веровать в это. Мы должны это ожидать и жаждать. Божьей силы, Божьего действия и Божьей славы. Вопрос. Почему мы осторожничаем со всем этим? Почему? Я уже высказывался. Есть одна группа людей, которые говорят, знаете, по народной формулировке на горячем опеклись, и теперь на холодное дуют. У кого-то есть негативный опыт. Говорят, не, 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 все, мне этого ничего не надо. Наряду с нами есть другая группа людей в нашей среде, которые поступают по другому народному девизу. Цель оправдывает средства. Главное делать, а как, как уж получится. И, честно говоря, я коснусь еще одной сложной темы. мы встречаем в нашей жизни в практике духовных даров, сверхъестественных даров, некое хулиганство. Я не знаю, какое слово употребить, если это не будет оскорбительно, я употреблю это. И потому, что мы с этим сталкиваемся, мы закрываемся от всяких сверхъестественных вещей. И у нас здесь очень много вопросов. Я хотел бы осмелиться и на некоторые из них дать ответ. Давайте посмотрим священное писание и увидим, как проявляются сверхъестественные вещи через божьих людей. И оценивая эти обстоятельства, может быть, для себя возьмем несколько уроков. Потому что моя задача привести к логическому завершению нас и к каким-то определенным решениям. Доверию Богу. Хочу вспомнить известного для нас человека Моисея. Кратчайший из всех, и мы знаем о нем очень хорошо. В его жизни случилась ситуация. Евреи возроптали, он смирил свое сердце перед Господом и, возопив Господу, Господь ему сказал, Моисей, собери народ, подойди к горе и произнеси слово, и из горы пойдет вода. Помните эту историю? Именно так. Что было дальше? Моисей, как каждый мужчина в этой ситуации подгрузился так, достало его эта ситуация. И когда ты еще знаешь, что сильнейший на твоей стороне, а Господь обещал ему аргументы, кто прав, Моисей подходит горе и говорит, ну что народ, вы сейчас увидите, вы сейчас поймете, кто есть кто. Я говорю это своими словами, но вы понимаете, о чем идет речь. И он подходит горе и в пылу своих эмоций берет палку и ударяет по воде. Мы помним эту историю? Что произошло? Чудо произошло или нет? Моисей поступил правильно или нет? Неправильно. Но чудо произошло. Потом Бог прокомментировал Моисей, так как ты вот этим поступком, Моисей разве не ошибался? Ошибался. Разве кто из них не ошибался? Ошибались. Но Господь этот поступок оценил, смотрите как, так как ты это сделал в обетованную землю, не войдешь. Ради чего он 40 дней бродил по пустыне? К чему был выход из Египта? К чему была вся эта затея? Во что уверовал Моисей? Моисей уверовал в обетованную землю, поэтому его верой он шел не рабща, шел, доверяя Богу, шел, послушаясь все 40 лет и под занавес не проявил святости, а значит сделал неправильно, а значит согрешил, а значит приступил волю Бога в момент, когда Божье помазание было на нем, когда Дух Святой был на нем, вау, да именно тогда, именно тогда, не тогда, когда на прогулке на верблюдах ехал, а именно в присутствии Бога, когда Бог к Нему был близок как никогда и в этот момент, что же получается? Получается удивительная вещь, по-человечески трудно представить, как это может гармонировать, греховное деяние человека и сверхъестественное присутствие Божьего Духа для совершения чуда. В этот момент, когда человек поступает грешно, Божья слава проявляется. Вопрос почему? Я, наверное, до конца не знаю, но предполагаю. Наверное, потому, что Бог имел дело с этими людьми. Вот если бы Бог имел дело с Моисеем, наверное, он по-другому бы с ним разговаривал. Но у Бога было дело с народом. Это его любовь, это его милосердие, это его возможности. Бог так решил явить себя в чуде и в славе этому народу. Исполнителем должен быть сосуд. В данном случае это Моисей. Он немножечко поступил неправильно. Но чудо произошло. Итак, друзья, первый небольшой урок из Божьего Слова. Чудеса происходят? Да. Даже тогда, когда люди Бога делают глупости. Что нас смущает в этой истории? Когда мы узнаем про какого-то Моисея наших дней и потом смотрим, что он неправильно сидел в ресторане. не те дела делал, не так поступил с деньгами, там неправильно с людьми, там еще что-то. Мы о нем узнали. О, не, не, я вот в это все не верю и во все эти чудеса и во всю эту воду со скалы мне все это не надо. Почему? Потому что я про Моисея такое слышал. И что? И что? Вы понимаете урок этот? Давайте будем здесь аккуратнее. Моисеи не всегда, к сожалению, поступают правильно. Но Бог удивителен, как в этой истории. Мы рассматриваем чудеса. И если бы у нас было время, мы бы коснулись еще некоторых чудес, которые тоже удивительно отображены в священных писаниях. Давайте посмотрим еще на одну сверхъестественную вещь, которая проявлялась в жизни людей. Рождается у Давида сын. от женщины, которая как-то не очень правильно пришла в жизнь Давида. Соломон вырастает. Из всех прочих Господь пометил, что он будет следующим царем. Он расположил свое сердце к Богу настолько, что Бог ему дал чудо, мудрость, разум. Никто другой, а Соломон написал три потрясающих книги, притчи Соломона, екклезиасты, песни-песни. Это феноменально. С такой человеческой точки зрения. До сих пор никто не превзошел. Мудрость да. Писания говорят, что Соломон построил храм, еще одно чудо света, храм. Вся округа ахнула. Писания говорят, что он был настолько мудрым, что цари, царица Савская и другие приходили послушать мудрости царя Соломона. Так это или нет? Он мудрый был, потому что в правильную школу ходил или нет? Потому что Гарвард закончил или как? Нет. Мы все реально понимаем, что Соломон был мудрым, сверхъестественным Божьим прикосновением. На этом был Бог. Но как-то все пошло наперекосяк. Правда же? Он нарушил все, что мог. Когда народ израильский сказал, мы хотим царя. Хорошо. Бог дал три условия. Я мог бы это все цитировать, я сокращаю время. Первое условие. Не умножай коней. Второе условие. Не умножай женщин, жен. Третье условие. Не умножай серебра и золото. Как поступил Соломон? Все нарушил, что можно было нарушить. Конечно же, можно было оправдать, да, он поднял налоги, периодически поднимают налоги. Люди понимали, он поднял налоги, потому что нужно было строить храм. Но когда храм построил, почему не опустил налоги? Почему так жестко поставил своего сына? Пришел юноша на царство, не разобравшись в политике и организации государства, там набрал себе молодых советников, народ поднял голос и говорит, твой отец, когда храм строился, поднял налоги. Но ведь храм построил. Для нас это тяжесть и бремя платить такую цену. Опусти налоги. То, как поступил Равами и его друзья, это уже другой вопрос. Но вопрос к мудрому Соломону. Ты ведь передавал царство сыну. Ты не мог все привести в порядок. Ты в каком состоянии это передал? На нем был Дух Божий? Да. В нем проявлялась Господня мудрость? Невероятно. Да. Как он поступал с конями, деньгами и женщинами? Грустно поступал. Превзошел всех. Почему Господь как-то не отнял мудрость? Это факт. Это факт. Понимаете? По-нашему, я бы уже сказал, кто, Соломон? Голливуд отдыхает, и все гаремы мира. Это человек Божий? Ну, не скажите мне, я знаю, мне фотографии показывали. Друзья видели, что он делал, сойдя со сцены. Друзья мои, удивительно и сложно, но это факт. Слава Божья проявлялась? Да. Мудрость Божья проявлялась? Да. Храм Богу построен? Да. Слава Божья сошла в этот храм? Да. Бог признал и подтвердил? Да. А Соломон был благочестив? Нет. Стоит ли из-за Соломона теперь не переходить в храм? Как вы думаете, праведники 21 века? А я не иду в храм. А что? Соломон строил. Мне со всем этим народом не по пути. Мне не доказывайте. Я знаю Соломона. еще одну историю. Сила Божья. Мы об этом тоже дискутируем. Писание говорит, судя в 15 главе, когда Дух Божий сошел на Самсона. Что он сделал, кто помнит? Он был в негодовании на филистимлян. Он вышел на улицу, нашел ослинную челюсть и убил тысячу человек. Мог бы человек без силы Бога убить тысячу человек. Ну, я думаю, что нет, правда же? Ну, нет. Значит, была сила Божья на нем? Да. А чем он убивал? Ослинной челюстью. Для незнающих Библию это чудо. Но для знающих Библию это восклицательный знак. Потому что Соломон был назыреем. Закон назырейства о чем говорил? Не прикасайся к мертвому. это была мертвечина. Не постригай волосы. Не имей дела женщинам. Самсон нарушил все параграфы. И удивительно в руках держит непотребную и грешную вещь. Это не просто микрофон. Иду туда чтобы люди исцелялись. Это вещь которая была проклятием. Как это можно совместить? Что на Соломона с проклятой челюстью мертвечиной сошел Дух Божий так мощно что тысячу филистимлян пали в поле. Это удивительно. Это как-то клинит наше восприятие. Мы говорим о святости духовности и о дарах и действии и проявлении даров. И мы готовы вышвырнуть дары из церкви потому что на нашем пути встречаются Соломоны наших дней Самсоны наших дней и Моисеи наших дней к которым у нас праведников есть очень много претензий. Нам бы хотелось посадить их сюда и пусть они нам объяснят что они имеют ввиду и что происходит потому что мы не согласны а Бог не спрашивает у нас согласны мы или нет считаем мы или нет просто несмотря на Соломона а в храм Соломонов идти надо аминь и поклоняться Богу Соломонов в храме нужно и это важно и неотъемлемо и свято это не искус и так что же получается когда мы говорим об этих трех удивительных людях Моисей выводил евреев из Египта чтобы ввести в обетованную землю он поступил неправильно вода пошла да в обетованную землю он вошел нет Соломон посвятил свою жизнь чтобы строить храм для Господа где тысячи и тысячи и несколько поколений будут поклоняться Богу это произошло да храм построен да слава Божия была да несколько поколений поклонялись там Богу да но Соломон поклонялся Богу в других местах с другими женщинами и пред другими идолами Самсон на котором было Божье помазание должна была явиться Божья слава он поступал правильно нет одолевал филистимлян да судьей для Израиля был как бы и да и нет в тот последний роковой момент погибло больше трех тысяч людей и погиб Соломон там тоже раньше Самсон погиб там раньше времени хочу сказать вот что друзья с одной стороны когда мы видим человека и в его жизни проявляются чудеса стоит ли его считать духовно на высоте не стоит стоит ли на все закрывать глаза и сказать ну раз чудеса в его жизни а ты чудо сотворил а ты храм построил а ты хоть кого-нибудь ослиной челюстью из необрезанных на место поставил нет ну шо ж ты Соломона тут в пример ставишь друзья мои это есть в нашей жизни люди нечистоплотно живущие проявляющиеся проявляют дары божьи или дары божьи проявляются в их нечистоплотной жизни я вам привел библейские примеры это правда это есть с одной стороны мы не должны обожествлять этих людей мы не должны поднимать на пятистал этих людей и с другой стороны когда вдруг мы слышим он же пророчествовал он же тут с коляске кого-то как это могло быть а вот так как у Соломона и у Самсона к сожалению это нехорошо да но может быть есть еще одна сложная штучка она бывает на разных уровнях и даже на бытовом например у нас Нелли сори что я тебя не предупреждал мы с Нелли к грибам относимся по-разному где-то Нелли наслышала из каких-то историй что в неком царстве государстве кто-то собрал грибы наелся и все почили в бозе поэтому она грибы никак и не собирает и не воспринимает и не ест а мы с некоторыми друзьями любим грибы собирать и не чистить но есть любим тоже как быть ведь мы слышали что кто-то от грибов умирает ведь люди говорят боятся волков в лес не ходить волки есть в лесу да но мы ходим да а почему а потому что ходим от грибов умирают да но мы собираем грибы и кушаем да друзья мои я немножко взял больше время простите меня я хочу подытожить хочу сказать очень пару серьезных вещей мы в нашей жизни в нашей практике встречали странных пророков да встречали странные духовные вещи кто-то на небо ходил там кого-то видел с кем-то разговаривал да у нас есть повод для того чтобы от этого отвернуться и этому не верить есть но что нам делать писание говорят что наряду с обманками будут нормальные грибы мы живем в такое время наряду с лже всякими вещами будет действовать Господь в силе своей и в славе есть одна крайность принимать все без разбора и есть другая крайность все закрыть на все запоры и засовы жизнь непроста о чем мы молимся и мечтаем мы молимся чтобы церковь Божью наполняли духовно зрелые люди аминь мы молимся и ожидаем чтобы в церкви Божьей святой дух все еще продолжал могущественно действовать ко спасению каждого человека аминь мы верим в это есть соблазны да а то их отменял есть лжеучителя и пророки да но разве это удивительно Христос говорил что они будут суть в чем из-за того что есть лжеучителя и пророки всех сметать нет нужно бодрствовать чтобы отличать одно от другого мы живем в непростое время которое для нас предложил Господь поэтому будем жить в этом и напоследок не знаю насколько это удобное сравнение я встречал детей которые никогда не жили в семье так случилось семья развалилась из-за алкоголизма агрессии и других всяких штук дети вырастали в сиротских домах потом вроде как бы физиологически выросшие им нужно было жениться и вот это было очень мучительно потому что природа тянет к тому чтобы жениться и создать семью а психика говорит нормальной семьи не бывает понимаете мне о чем я говорю и мы встречаемся с этими людьми и они пытаются то что они травмированы да то что к ним нужно снисхождение да то что их нужно согреть и обласкать да но не они должны писать законы о семье им в начале нужно исцелиться не они должны писать правила взаимоотношений в семье потому что они травмированы семьей мы встречаем жуткие вещи мы встречаем насилие в семье знакомо из рассказов имею ввиду это жуткая вещь когда в самом святом месте ребенок был насилован самыми близкими людьми и потом вырастая он меняет ориентацию меняет пол меняет все что можно поменять и болезненно и агрессивно выступает против нормальной консервативной семьи как относиться к такому человеку состраданием и сожалением он травмирован он ранен мы даже не представляем насколько травмирован мы должны их любить благословлять и молиться но они не должны быть законодателями на государственном уровне принимая законы о семье им нужно сначала исцеление и теперь послушайте меня внимательно правда в том что некоторые люди были травмированы в харизматических и пятидесятнических церквях странными пророчествами и чудными делами настолько что теперь они поставили запоры на все и ни во что сверхъестественное не верят это правда да как мы должны относиться к таким людям состраданием с заботой и милосердием но эти люди не должны диктовать Божьей церкви делать запреты на все чудеса все действия Божьего Духа не должны им нужно исцеление да восстановление да но семья существует по замыслу Бога аминь церковь Божья существует по замыслу Бога как на церковь и на семью было много а так но церковь остается церковью семья остается семьей присутствие Божьего Духа остается присутствием Божьего Духа и Дух Святой покинет церковь покинет землю только тогда когда церковь вознесется не раньше аминь аминь будем открыты к Духу Святому аминь давайте понимемся для молитвы помолимся друг за друга друзья помолимся за нас мы коснулись непростого разговора знаете это некий новый опыт я понимаю что здесь есть люди которые на Дух Святой и действия Духа Святого смотрели так со стороны кто-то был ближе кто-то из вас бросался в гущу событий и говорил хочу все попробовать у некоторых положительный опыт и благословенный у некоторых трудный опыт и очень болезненный некоторые из детей пятидесятников сейчас атеисты и это честно некие травмы какие знает Бог мы не судьи сейчас мы хотели бы сказать Господи благослови народ Божий чтобы мы были духовно зрелыми благослови церковь Божью чтобы она действовала в дарах смиренно и сокрушенно пред Богом чтобы в этом смысле Бог прославлялся а не демонстрировалась какая-то человеческая плотская слава аминь мы нуждаемся в Боге в Божьих действиях и в Божьем присутствии для всех нас Господь мы молимся Тебе Божьим и в Божьих действиях и в Божьих действиях